Мусоросортировочный комплекс и оборудование для термического обезвреживания твердых отходов планируют доставить в Нарьинмар до конца октября. С 1 января 2020 Ненецкий округ выходит на новый уровень обращения с отходами. Сейчас формируется материально-техническая база для работы операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как будет происходить утилизация мусора в регионе, расскажет Ольга Русул. По новой системе работать с отходами планируют два региональных оператора. Муниципальный комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию и предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис». Планируется, что в зону ответственности комбината войдет городская агломерация. Нарьинмар, поселки Искатели, Красное, село Тельвиска. В остальных населенных пунктах на территории Заполярного района работать будет «Севержилкомсервис». Для формирования материально-технической базы комбинату по благоустройству и бытовому обслуживанию уже выделено 57 миллионов рублей из окружного бюджета. Как только придет техника, а техника это элементы по обустройству въездной группы, это фото-видео фиксация, это пункт весового контроля, это линия по обработке отходов и установка по обезвреживанию. Соответственно, как только оборудование придет на территорию округа, МУП КББО сможет податься на лицензию. Подаваясь на лицензию, мы сразу автоматически подаемся и на тариф. Новая схема обращения с отходами предусматривает вывоз мусора из населенных пунктов округа в Нарьинмар, где будут расположены мощности для утилизации твердых коммунальных отходов. Транспортировка будет осуществляться, конечно, силами в том числе речного транспорта. Это большая такая комплексная логистическая задача, она по масштабам схожа с опережающим северным завозом. То есть только в том случае мы развозим по населенным пунктам, будем говорить, топливо и энергетические ресурсы. А в данном случае мы будем, что называется, аналогичным веером собирать отходы. Отходы в населенных пунктах округа собирать на утилизацию планируется раз в год. Таким образом, на территории муниципалитетов должны будут создать специальные площадки для хранения ТКО. Этим займется Севержилкомсервис. Но обустройство таких площадок в селах Тельвиска и НИС, деревне Макарова, из окружного бюджета выделено порядка 17,5 миллионов рублей. Мы уже обрабатывая заявки администрации Заполярного района, планируем выделять дополнительные средства из окружного бюджета. Именно в том числе на создание их внутренней инфраструктуры. Несмотря на то, что это их полномочия, мы понимаем, что они одни не справятся. И мы пытаемся им оказать максимальное содействие. Еще одна задача в рамках перехода на новый уровень обращения с отходами – это ликвидация существующих свалок. Средства на эти цели из бюджета Ненецкого округа выделяются с 2017 года. Так, в этом году было выделено более 13 миллионов рублей. В следующем планируется выделить более 96 миллионов рублей. Ольга Русл, Влад Ткачев, Телеканал Север.